всем добрый день сейчас утро я вчера вечером собрала красной смородины немного и решила попробовать сделать желе я никогда раньше не делала желе всегда делала компоты из красной смородины очень кстати вкусные компоты получаются я уже баночки приготовила я уже мисочку приготовила а еще я поставила красную смородину промытую но с веточками смотрите с веточками засыпанную сахаром один к одному на килограмм ягод килограмм сахара в такую большую алюминиевую кастрюлю в которой я всегда холодец варю вот теперь на большом огне я эту смородину воду помешивать постоянно помешивать буду доведу до кипения и не убавляя огонь буду варить минут 10 а может быть и 15 кстати этим рецептом со мной подарилась поделилась татьяна иванова вахтина который живет под петербургом у нее там такие хорошие фотографии этого желе в одноклассниках если кто-то увидит заходите посмотрите прямо на боку лежит баночка в желе и ничего не вытекает в общем хочу повторить ее рецепт спасибо большое татьяне буду пробовать ну что же довожу до кипения кстати здесь смородина красная с веточками только просто промытая и немножко я ее этой толкушкой по вот так потолкла это ложка у меня деревянная нет с такой длинной ручкой у меня вот такая вот пластмассовая кухонная в общем я буду помешивать доводить до кипения и вы со мной будем пробовать вместе до забыла еще сказать что посуду в которой будет вариться желе должна быть в несколько раз больше чем самой тут смородины с сахаром потому что в процессе варки будет подниматься все кверху и надо чтобы место в кастрюле было для этого подъема будет много сначала пенки потом пенка перестанет выделяться образовываться в общем варим если кто-то за мной хочет повторить найдите большую кастрюлю у меня кстати кастрюлю на 10 литров постоянно помешивая для того чтобы сахар растворился у меня здесь вот а пока он растворится и закипит все огонь то большой советуют постоянно помешивать ну вот она по моему начинается чувствую ложечкой чувствую что сахар весь растворился и уже начинает появляться пенка продолжаю мешать смотрите по краю уже хорошо начинает кипеть вот с этого момента я буду засекать время огонь не убавляю варю все продолжаю свое желе и увеличивается в объеме смотрите все это поднимается кверху я продолжаю мешать интенсивно стараюсь она кверху и кверху ползет вот какое чудо происходит тут ну что ж буду следовать инструкции уже половина кастрюли почти боже мой как это все быстро происходит так смотрим булькать начинает смотрите смотрите булькает мешаю продолжаю вот почему вот почему нужно ложка с длинной ручкой видите пробулькалась немножко и начинает оседать смотрите но прошло только три минуты всю поверхность покрывает пенка но я ее снимать не буду это же пектин говорят мешаю продолжаю мешать ну вот друзья у меня сейчас уже мое варево варится 8 минут стало спокойно чуть-чуть опустилась вот докуда поднималась вот докуда представляете поэтому посуду в которой будете варить нужно брать большего объема смотрите пенка вот стала рассеиваться а вот так вот но кто не хочет пенку то можно вот так собрать ее ну ты я думаю что это не критично в детстве мы все ели пенки когда наши родители варенье варили помните на блюдечко собирают мама пенку а вы там таскаете то пальчиком то ложечкой в общем пенкой лакомились все время еще помешиваю я думаю что еще нужно немножко поварить мне татьяна написала что она чуть побольше варит 10-15 минут так что я тоже поварю побольше до 15 до варю и остановлюсь смотрите как кипит пенка разошлась по краю по кругу вот в середине немножко вот так ну кто желает снимайте пенку еще чуть-чуть осталось буквально две минуты ну вот и все 15 минут прошло сейчас буду выключать кстати татьяна сказала что такое желе можно сделать и с черной смородины и она даже быстрее загустеет потом быстрее чем красная а можно смешивать красный с черной ну вот я вчера вечером вышла набрала красный здесь и розовая попалась и красная потому что уже темновато было но собрала у меня здесь всего кило 300 и столько же сахара все выключаю вот так друзья дальнейшие мои действия будут такие я приготовила миску положила в него сито теперь вот отсюда с кастрюли буду доставать все что там находится и через сито буду протирать и процеживать вот в эту мисочку одной рукой мне неудобно будет делать поэтому я сейчас отключусь и потом вам все покажу ну вот так примерно это выглядит сейчас я буду поднимать и протирать через сито ягоды потому что здесь вот внизу и будет самый тот желе про который я вам говорила вот так вот у меня получилось смотрите вот а здесь вот жмых и он так быстро застывает из черной смородины говорит еще быстрее вот жмых выкладываю в тарелку а потом сразу переложу в ту кастрюлю в которой варила вот сюда положу и жмыха получится очень хороший компот потому что тут же сахара много вот продолжаю работать со своим желе баночки стерильные я уже простерилизовала и буду накладывать прям горячим потому что если дать остыть потом уже не справитесь с этим желе наливаю в баночку в этот момент тоже можно пенку собрать если кому-то она не нужна смотрите я оставлю мне пока для первого раза мне пока все равно смотрите сколько у меня получилось две с половиной баночки баночки пол литровые 500 грамм 500 миллилитров крышками пока не буду закрывать нужно дать этим баночкам остыть вот так открытыми две баночки потом закрою одну оставлю будем чай пить вместе с вами цвет такой красивый ну и сейчас сварю из жмыха компот смотрите я только вылила из миски все а здесь уже прям жили на стеночках на миске посмотрите на мармелад все похоже и на половники тоже видите мой какая красота теперь я знаю как нужно сделать желе из красной смородины на следующий год снова сделаю а может быть в этом году еще смородину подсобираю там еще осталось на кусте буду делать кстати татьяна иванова которая вахтина который мне рецепт этот прислала и дала она мне еще ссылочку на видео дала молодая женщина а за геворгиан показывает как она варит это желе так что если кому то интересно заходите к ней на канал я думаю что там будет много интересного по ощущениям что она большой специалист ну вот друзья прошло несколько минут пока я посуду и компот начала делать воды налила в кастрюлю а смотрите а уже уже не такое жидкое все уже застывает баночки еще горячие но подождать можно давайте посмотрим прошло не так много времени но еще баночки теплые видно очень хорошо теплые теплые еще а уже желе я бы хотела конечно повторить татьянин опыт она вот так вот положила банку но у него видно совсем остывшие и желе совсем даже не двигается но у меня пока еще двигается считаю что желе у меня получилось кстати компот уже сварила сейчас я налью сюда компот я его в кувшин перелила он еще теплый компотик вот такого красивого цвета ну и что ж приятного всем аппетита будьте все здоровы и попробуйте тоже повторить этот рецепт если кто-то как и я еще не делал желе из красной смородины можно попробовать повторить до новых встреч